Сейчас остается самым приятным способом борьбы со скукой посмотреть отличный сериальчик. Буду рада за лайк для настроения и мотивации. А еще обязательно делитесь в комментариях своим мнением. Если что-то из подборки вы уже смотрели, кому-то это поможет с выбором сериала на вечер. Ну а я начинаю. В сериале «Идеальный арендатор» в главных ролях снялись Дилан Чичек Денис в роли Мона. Ранее она снималась в сериалах «Яркая», «Пламя», «Чукур», «Незавершенная любовь» и других. И Серкайте Тюньчжун в роли Якуба. Советую посмотреть с ним сериалы «Мечты и жизни», «Невинность», «Мистер Ошибка». В центре событий сериала оказываются люди, которые арендуют жилье. Мона Юнкан молода, привлекательна, она недавно окончила университет, после выпуска из которого устроилась журналистом в издательство. Девушка целеустремленная, ей удается быстро добиться успехов на работе. Еще она близка с главным героем Якубом. У главных героев много общих интересов, несмотря на разное понимание журналистики. Получится ли у главных героев построить отношения? Ведь главной героине придется раскрыть много тайн. Помимо криминала, здесь есть и мистика, и, конечно же, комедия. В сериале «Между миром и мной» в главных ролях снялись Демета Сдемир, Бугра Гюльцой, Зерин Тикендор. В центре внимания сериала окажется новая история любви, которой придется преодолеть множество препятствий. Молодая девушка достигла больших вершин в профессиональной сфере. Она окружена вниманием противоположного пола. Красавица считает, что разбирается в людях, но в один момент оказывается, что это не так. После предательства она перестает доверять мужчинам. В ее сердце огромная рана, которую будет сложно забыть. Пережитые события приносят ценный опыт и делают сильнее, мудрее и строже. После встречи с приятным молодым человеком, она чувствует невероятную симпатию и притяжение, но внешне выглядит безучастной. Она не готова принять парня в свое сердце, хотя временами не может совладать с нахлынувшими чувствами. Окружающие удивляются, ведь пара смотрится вместе очень красиво. Им даже пора быть вместе и растить красивых деток. Красавица твердо стоит на своем, ведь она должна быть уверена в избраннике на все 100%. Если вы уже смотрели этот сериал, напишите, пожалуйста, комментарий-отзыв, нам это очень важно знать. В сериале «Нулевой день» или же «Точка отсчетов» главная роль в сериале досталась известному турецкому актеру Энгину Астюрку, которого все зрители отлично знают по таким классным сериалам, как «Противостояние», «Великолепный век», «Высшее общество», «Воскресший Эртугрул», «Без вины виноватая», «Ребенок», «Тайна матери». События сериала разворачиваются вокруг одного полицейского, который служит закону и честью выполняет свои задачи. Главный герой – честный, принципиальный и целеустремленный человек. Каждый день полицейскому приходится сталкиваться с криминальным миром, и он постоянно рискует жизнью. Стоять лицом к лицу со смертельной опасностью ежедневно? Для этого необходима сила воли и изрядная доля мужества. Каждый вызов таит в себе опасность, и неизвестно, чем может завершиться день. Однажды главный герой вместе со своей напарницей отправляется на экстренный вызов. Принимая вызов, полицейскому даже в голову не могло прийти, с чем ему придется столкнуться. Этот день стал для героя точкой отсчета. Именно с этого нулевого дня началась совершенно другая жизнь. В сериале «Сказка феи» в главных ролях снялись Алина Бос, Назан Кисал, Хазал Филис, Кичу Косе. В сериал расскажет о молодой девушке Зейнеп, она родилась в небогатой семье. Зейнеп выросла красивой, добродушной, имела множество нереализованных планов, но сталкивалась по жизни с неудачами. Однако, наблюдая с отчаянием за светскими львицами, которые выходили из элитных магазинов, героиня не догадывалась, насколько ценным является ее положение. Бедность научила Зейнеп ценить деньги. Окончив школу, девушка принялась искать работу и вскоре устроилась няней в дом местного олигарха, еще не догадывая, что выбранный путь превратит ее в наследницу огромного состояния и подарит шанс изменить судьбу. Если вы уже смотрели этот сериал, напишите, пожалуйста, комментарий-отзыв. В сериале «Крупье» в главных ролях снялись Эльчин Сангу, Энгин Алтан с Эдэ Фавджи. В центре событий сериала оказался молодой парень по имени Тамер Елмаз. Внешне он выглядел приятным и дружелюбным человеком и всегда был общительным и практически ничем не отличался от других окружающих его людей. Несмотря на то, что все его считали обычным и простым, на самом деле все было совершенно иначе. Никто даже и не подозревает о том, какие мысли скрываются в голове у Тамера. Внутри него существуют темные стороны, которые могут шокировать любого. Однажды ему улыбнулась удача, и мужчина стал владельцем огромного состояния. Он сразу же стал обустраивать свою жизнь именно так, как ему этого всегда хотелось. Герой сериала встречает на своем пути очаровательную девушку, которая начинает испытывать невероятные влечения. Периза владела всеми мыслями и чувствами главного героя. Тамер всегда был покладистым, но отказ со стороны объекта его воздыхания делает из него неадекватного и простого одержимого человека. Такое обстоятельство приводит к самым непредсказуемым последствиям. В один прекрасный день Тамер решает похитить Перри и сделать так, чтобы она всегда была рядом только с ним. В сериале «В пух и прах» в главных ролях снялись Аслыхан Малбара, Нурфи Тахаглу, Мертвьезы Джеоглу. В центре события оказалась турецкая семья, которая состоит из супругов Белис и Харуна, а также их двоих замечательных детей Керема и Эдже. Главные герои смогли добиться больших успехов в бизнесе в провинции. Как только они приехали в большой город, то родителям не составило никакого труда сразу же обосноваться здесь. Им вполне комфортно, что сложно сказать про их детей. Героям сериала предстоит отправиться в новое учебное заведение и начинать все с чистого листа. И совсем скоро им предстоит встретить и свою настоящую любовь.